Несколько минут назад центральные СМИ сообщили печальные новости о семье народного артиста России Михаила Сергеевича Боярского. Сегодня утром в своем социальном аккаунте тяжело больная дочь Михаила Сергеевича Елизавета обратилась ко всем российским зрителям. Цитата. Сегодня я хотела попрощаться со своими любимыми зрителями и всем российским народом. Я знаю, что мне осталось недолго, но я совсем не боюсь смерти. Безумно жаль своих родителей, супруга и детей. Я надеюсь, что мой муж Максим еще сможет обрести семейное счастье с другой женщиной, а мои родители оставят светлую память обо мне. Спасибо вам, дорогие россияне и поклонники моего творчества, за многолетнюю поддержку, теплые слова и искреннюю любовь. На днях стало известно, что Елизавета Боярская, которая уже пятый месяц борется с тяжелым онкологическим заболеванием, раком мозга второй степени, потеряла последнюю надежду на излечение. Несколько дней назад Михаил Сергеевич вместе с дочерью ездил к народной целительнице на Дальний Восток. К сожалению, методы лечения потомственной колдуни и знахарки Варвары не помогли семье легендарного артиста. За последние недели Елизавета Михайловна похудела более чем на 10 килограмм и перестала выходить на театральные репетиции. Однако, как призналась сама Елизавета, у нее есть последняя заветная мечта – отыграть спектакли под названием «Красный сон», который пройдет в Малом театре Санкт-Петербурга 29 января. «Я хочу, чтобы этот день был самым счастливым в моей жизни, так хочется обнять всех зрителей и запомнить их навсегда», – сообщила Елизавета Боярская. Отец Елизаветы Боярской, Михаил Сергеевич, делал все возможное для выздоровления собственной дочери. К сожалению, он не смог собрать колоссальную сумму денег – почти 100 миллионов рублей – для дорогостоящей операции за рубежом. Из-за личной гордости Михаил Боярский не стал обращаться в Минкульт и делать публичное заявление на телевидении. Напомним, что факт заболевания Елизаветы Боярской был выявлен 30 сентября 2022 года на театральной медкомиссии. Сначала артистка поссорилась с родителями и ушла от мужа, впала в депрессию и даже попала в психиатрическую клинику, но в последние дни решила обрести свое последнее счастье в кругу семьи. На данный момент в семье Михаила Боярского есть и другая проблема. Его жена Лариса Лупиан в результате несчастного случая стала лежачей больной. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok